Это полиграф. После этого мы начинаем программу. Тест и в конце там есть певная процедура. Ты не бражешься, нет? Хорошо, окей, давай. Пытание, Крым чей? На Донбассе у нас что? Путин кто? Я россиянин, я пока никаких других паспортов не делал. Эта страна здесь уже все определилась. В 1991 году там возили Дзержинского мордой по асфальту. Я гордился своей страной. За этот момент я своей страной гордился. Прошло 8 лет, они выбрали себя полковника КГБ. Но вот казалось в 1991 году, что болезнь излечилась. Черта с два. Оказывается, это была только пауза. Теперь практика показывает, что это имперская шовинистическая страна. Как только там появляются деньги и власть, и сила, они сразу начинают лезть за свои границы. Как я считаю свою задачу, Пусть там происходит что угодно. Но моя задача, на мой взгляд, чтобы из-за поребрика ничего не вылезало, и людей не лезло убивать по периметру как минимум. Я пытался что-то делать, я пытался изменить эту страну. Но их много. Их 100 миллионов. Их реально много. Они реальные ватники. Понимаешь, это принятие ответственности. Не каждый на это готов. Все равно человек в себе ищет хоть что-то, хоть какую-то беленькую крапочку, за которую можно зацепиться, сказать, что мы не совсем в полном дерьме. Ну вот пока до людей не доходит. С другой стороны, даже если дойдет, а что толку-то, потому что власть в России узурпирована так, что держи меня семеро, но ее не сковырнуть сейчас... Я вообще не думаю, что ее можно сковырнуть без внешнего вмешательства, пока нефть не упадет, там долларов за 12 и за баррель. Вот когда упадет, там все рухнет само по себе, само по себе посыпется. Моя страна сошла с ума, избралась я на царство человека неадекватного, живущего в своем мире и убивает людей, и меня выперли оттуда. Мне вот это не нравится. Нет, Путина я не принял никогда и с самого начала, потому что я тогда был в Чечне, и я просто не понял саму систему, вот этот преемник. А вы воевали в Чечне? Да, я по контракту был тогда. Это вторая Чечня была уже. То есть я как бы... А я до этого не голосовал. Мне было тогда 23 года, и мне в Чертовске хотелось проголосовать. А когда были первые выборы в 96-м году Ельцина, я был в первой Чечне, и нас обстреляли тогда в этот день, и эти выборщики с урнами не доехали. Тут бац, еще одни выборы, и я на них хочу проголосовать, и тут Ельцин говорит, вот мой преемник, я сажаю на трон его вместо себя. Что за нафиг? Я хочу проголосовать, где мое право, да? И я его не принял вот с самого начала, вот именно по этой схеме, что он был посажен на трон. Кто-то из великих сказал, никогда не допускайте до власти сотрудников спецслужб, а не профессиональной параноики. Когда я слышу президент России Владимир Путин, меня это каждый раз корежит, потому что никакого президента Владимира Путина нету. Есть узурпатор власти, президент это выборная должность, Путин власть узурпировал путем силовой узурпации. В 2012 году, кто был тогда в Москве, тот видел этот центр, запруженный ментами и военными техниками. То есть нету государства, нету президента, нету парламента, нету конституции, нету милиции, то есть никаких общественных и государственных институтов нету. Нету того базиса, на котором бы эти общественные и государственные институты могли бы строиться, потому что нету общества, нету народа. И когда слышу опять же про русский народ, нету народа, нету народа, потому что народ, ну во-первых, я вообще не понимаю, что такое народ, А во-вторых, народ подразумевает все-таки некую общность. Россия состоит из сотен тысяч каких-то атомизированных группок людей, которые сплочены друг с другом внешними обстоятельствами, как правило, какой-то бедой, которые совершенно не контактируют со всеми другими группками, ненавидят другие группки и ненавидят еще каждого внутри своей группы. Это сотни параллельных Россий, которые никак не пересекаются. Это некая территория, населенная людьми, которые не составляют никакого единого общества. Самое мощное оружие России — это не ядерное оружие, не подводные лодки, не армии, не бурятские танкисты. Я считаю, что самое мощное оружие России — это зомбоящик. Потому что то, что делает с людьми, это пропаганда. Это реально страшно. Я это все наблюдал в прямом эфире. Мне было непонятно в школе, когда изучаешь Холокост, непонятно, как целая страна взялась и сошла с ума. Сейчас я это вижу в своем эфире, в прямом эфире, на примере своей страны, бывшей моей страны. Надо, во-первых, чтобы мир отдуплил, с кем он имеет дело. Надо, чтобы мир понял, что вот эта вот фигня, она реально случилась, и то, что ей рассказывают, это действительно так. Европа это понимает плохо. Европа это понимает плохо. Вот сейчас они только-только начали понимать. Отвечать ударом на удар, потому что гопники понимают только силу. Гопники нормальных слов не понимают. И до 2008 года, с 2000 до 2008 года я занимался ветеранской темой. Я достал там костыли, коляски. Я видел, как страна бросила своих солдат. Я эту власть ненавидел, потому что она так относится к своим ветеранам. Опять же, я эту власть уже ненавидел, потому что на второй течне я начал понимать, что такое Чеченская война и вообще, что эта власть из себя так начинает представлять. Но при всем при этом я ассоциировал все с этой страной. Это была моя страна, да. И в 2008 году, когда началась Грузинская война, я поехал уже на Грузинскую войну как журналист, уже как оппозиционный журналист. Я работал уже в «Новой газете». И уже эту власть не принимал, но все равно я все с этой страной ассоциировал. Все равно это было... Окей, один раз вы в Чечне ошиблись, но каждый может ошибиться. Окей, вы такие дебилы, что ошиблись два раза. Ну, черт с вами, может быть, даже и так. Окей, вы до такой степени совсем уже конченые дебилы, что третий раз ошиблись. Но здесь уже, конечно, возникают вопросы, но ты все равно цепляешься. Да, моя армия не права, но это моя армия, моя страна не права, но это моя страна. Но когда 2014 год, вот все, как отрезало. Чемужлова, Ново-Чеченская война. Ново-Чеченская неизбежна. Ново-Чеченская неизбежна, по-моему, при любом раскладе. Кадыров на данный момент это самая серьезная сила сейчас в России после силовых структур. Это действительно так. Но тут есть проблема в том, мне, вот то, что я сейчас скажу, мне не кажется наиболее вероятным вариантом, но при всем при этом я не исключаю, что когда все будет рушиться, и Рамзан Ахматович вдруг решит сам сесть на царство в Москве, у него будет поддержка всех полутора миллионов населений Чечни. Потому что, конечно, чеченец в Кремле, это будет месть за все, безусловно. Но сейчас Путин считает, что Кадыров это его самые подготовленные структуры, которые он будет использовать в случае, если действительно надо будет использовать. Но готов ли на это сам Кадыров, мы не знаем, ответить никто не может. Какое он примет решение, мы не знаем. А скажите, вы поехали с Россией, потому что вы чувствовали себя там не в безопасности, правильно? Ну, у меня была ровно та же ситуация, что сейчас у Мальцева. Мне предупредили, сказали, есть возможность, точнее, мне сказали, что вы сейчас, прямо сейчас по тебе, прошу прощения. Мальцев, это украинофобик? Да, да, да. Что прямо сейчас по тебе принимается решение заводить на тебя дело и сажать, либо махнуть рукой, да и черт с тобой. Но я не стал ждать, что они там решат, и свалил. Ситуация такова, что они стараются тебя выдавить из страны, а сразу сажать они не хотят. Тебя один раз намекают, два раз намекнут, десять раз намекнут, потом тебе скажут прямо, да, если вот ты не понимаешь, что с пятнадцатого раза тебя посадят уже, да. Но они стараются выдавливать. Ну, я в тюрьму не хочу, я вот уехал. Как только я уехал, я пропал из их сферы ответственности, да, все. Все, все это давление, весь этот прессинг он практически прекратил. Семью не трогают. Эта власть действует по принципу наименьшего необходимого применения силы. Вот достаточно там запретить митинги, значит они просто запретят митинги. Если этого будет недостаточно, надо будет на митингах избивать, разгонять, значит они будут на митингах избивать, разгонять. Если этого недостаточно, надо будет стрелять, значит они начнут стрелять. Если этого недостаточно, надо будет сделать массовые репрессии, они сделают массовые репрессии. если это перестанет работать, точнее, когда это перестанет работать, они закроют Фейсбук, все СМИ и устроят здесь тянь-анимень. Пока просто состояние в обществе таково, что достаточно просто не разрешать митинги. Что ты на учебный процесс? Что ты на Навальный? Я не собираюсь в тюрьме сидеть, значит, мне надо. Я готов был. Я, в принципе, сейчас даже готов, но за дело. За пост в Фейсбуке 4 года я сидеть не готов. Вот как дойдет до баррикад, оно дойдет. Нет, значит, выйти на Майдан, на Красную площадь, я не знаю, на какую там улицу, в каком-нибудь меньшем месте. В России ты, наверное, на улицу Ленина выходил, не ошибешься. Я выходил. Мы устраивали Майдан в Москве с палатками, с покрышками. Пришло 300 человек. Это окупай? Нет, не окупай, другой. 6 числа как раз. Пришло 300 человек, а все пошли в загон на болотную махать шариками. Все. По вкачиванию бабла Москва вполне себе европейский город. А за Москвой еще? А за Москвой 19 век. Не, ну вот примерно километров на 100 она распространяется. Вот я время от времени езжу в Питер, вот там совершенно четко видно, где заканчивается Москва. 180 километров от Москвы доезжаешь до Волги. На этой стороне Волги еще, ну не 21, конечно, 21 только в Москве. На этой стороне Волги конец 20 века, а заезжаешь в Вышний Волочок, там середина 19. И все. Ну, стоя 200 километров от Москвы. А куда в Вихибис? В сторону Европы, в сторону Питера. И вот вся остальная Россия живет в 19 веке, а кое-где и 14 еще остался. Я служил в армии в Камышловском районе, это под Екатеринбургом, это болото, это Урал, это 19 век, и там абсолютная нищета и беспробудность. И вот этот Камышлов, город Камышлов, он поначалу дал наибольшее количество людей. Я с этими людьми два с половиной года просидел, прожил в одной казарме, в одном блиндаже. Меня это поражало еще в Чечне, потому что я из Москвы приезжаю в Чечню, и тут уже, пох ты мой, господи, как бы все это закончилось эти полгода, и быстренько выжить и вернуться домой. А на этого человека смотрят, он улыбается. Чего ты улыбишься, идиот? Говорит, слушай, у меня, я горы посмотрел, я мир увидел. Приключения, да? То есть для него поездка, не приключения, для него поездка на войну, это возможность увидеть мир. Потому что иначе он бы как-то никогда его не увидел. Потому что вариантов два. Либо тюрьма, либо алкоголизм. Либо тюрьма, а потом алкоголизм. И вот таких, вот такого, я говорю, 14 века, его пол Россия. Поэтому едут. Я себя с этой страной не ассоциирую совершенно. Эту власть я ненавижу сейчас лютой вообще ненавистью. А Россия, она мне, я думаю, у большинства населения здесь примерно такое же отношение. Вот есть там что-то за поребриком? Сдохните там, только не лезьте сюда. Нет, стоп. У нас та. Но я там не живу, это не моя краина. Ну она и не моя краина. У меня там есть родичи, у всех там в большинстве есть родичи в России. Не надо. Я родился в Москве, я москвич, но эта страна уже больше не моя. Я ее пытался изменить. Она победила. Я не спорю, я проиграл. Она победила. Она меня выперла, но все. Это уже не моя страна. Что ты бы таким сделал? Вот все вот эти 17 лет, если тебя родина 17 лет тыркает морды в говно, и все время война, война, и трупы, и трупы, и убийства, и убийства, и узурпация, и Кадырев, и Путин, и антимайдан, и т.д. и т.п. Ты хочешь как хочешь, если ты не совсем сожрал свой мозг, а начинаешь немножко думать, ты приходишь к этой стадии. Ясно. Ну все, программа закинчилась.